привет друзья как вы думаете какой самый любимый суп в мире да это томатный суп по последним статистическим данным компании nestle томатный суп занимает первое место в мире по продаже давайте мы с вами приготовим и не будем стоять в стороне я вам дам сегодня замечательный рецепт итальянский настоящий вкуснейший итальянский суп и мы приготовим его и будем сервировать с брусчета как же итальянское блюдо и без брусчета брусчета это жареных хлебушек с различными мелочинками сыром и тому подобное увядите все ингредиенты которые мы с вами сегодня будем использовать некоторые могут спросить а почему я не использую свежие томаты все очень просто дело в том что вот консервированные томаты это кстати тоже итальянские это у нас пюре томатная вот это у нас просто чищенные томаты консервированы они собираются в сезон они полны вкуса не очень и очень скажем так концентрированные своим ароматом и букетом томаты дело в том что в магазине крайне сложно купить хорошие томаты которые бы действительно пахли томатами они какие-то все синтетические поэтому если вы хотите приготовить действительно вкусный суп купите вот консервированные томаты произведенные например или болгарии или в италии или же венгрии вот те страны которые специализируются по производству и консервированию овощей и получится у вас замечательный суп но если у вас есть свой собственный огород и вы выращиваете вкуснейшие помидорки конечно нет ничего лучше начинаем обжаривать овощи овощи обязательно нужно обжаривать на оливковом масле с чесночком и различными травами потому что если вы их не обжарить и не будет от этого приятного и ароматного вкуса я разогреваю сковородочку добавляю оливковое масло много не нужно добавлять потому что мы будем обжаривать все овощи постепенно я не буду их жарить все вместе мне нужно добиться хорошего вкуса и красивого цвета абсолютно не принципиально каким образом вы порежете овощи мы сегодня с вами будем готовить мне гаспачо мы будем делать с вами томатный суп пюре мы будем использовать сегодня с вами только один перец для томатного супа не нужно много перца потому что он исказит и уже получится больше суп похоже на икру а нам нужно добиться чтобы это был концентрированный вкуснейший суп но именно со вкусом томата используйте болгарский перец сорта капи не нужно использовать этот большие круглые перцы потому что они все-таки больше салатные а сорт капи он предназначен для готовки каждый раз когда вы будем обжаривать с вами партию овощей мы с вами будем добавлять тимьян свежий немножко вина и совсем немножко розмарина соль перец добавим потом часто нам этого не нужно убираем следующий давайте обжарим лук и чесночок большая головка чеснока в среднем где-то 10-12 зубцов две красных луковицы я использую именно красный лук потому что у него интенсивней и вкусней аромат он слаще и для супа подходит идеально но конечно же если у вас на кухне нету красного лука используйте обычный какой у вас все по старой схеме добавляем тимьян это все-таки самые травы которые используются повсеместно среди земноморских странах немножко вина много не надо я бы вам порекомендовал для супа для томатного супа использовать вино хорошего класса не тетропаковская тетропаковская достаточно кислая учитывая что мы будем использовать томаты атоматы сами по себе очень кислый нам нужно использовать вино которое не будет слишком агрессивно кислых я использую белую сковородку вот это вот то что вы видите это не нужно пугаться это все хорошо это тот самый благородный скажем так нагар который мы будем использовать вот так вот берем опа водичку и освежили сковородочку видите какая красота вот именно то что нужно здесь сохранить все сотки этих овощей и ароматы вот мы их будем использовать тоже в нашу средних 2 морковки боль много не нужно в томатном супе все должно быть гармонично главные там томаты порежем туда и сельдерей буквально две веточки тоже много не нужно оливковое масло овощи старая схема кимьян ветки не нужно бросать потому что когда мы будем сами делать пюре они нам просто помешают а из готового супа веточки вытаскивать тоже как-то не интересно и не удобно с розмарином не горячитесь и розмарина должно быть совсем немножко он должен дать какой-то такой красивый оттенок то в то же время не привалировать главная специя в томатном супе свежий базилик и оригамо вот они и должны давать окончательный аккорд вкуса немножко вина с вином тоже не горячитесь слишком много вина суп ваш будет достаточно кислый поэтому следите буквально каждый раз вот когда вы обжарить овощи буквально может быть столово 2 столовых ложки вина я уже это делаю все на глаз потому что у меня за плечами огромный опыт работы ну а если вы допустим еще бигинер на кухне используйте скажем так реально вот возьмите на налить какой-то емкость вино и просто двумя ложечками добавляйте со временем получите опыт и будете все делать красиво и вкусно морковочка готова кастрюльку теперь давайте положим томаты у меня здесь две баночки томатов по 400 грамм 2 столовых ложки сахара дело в том что у нас томаты достаточно кислые и нам нужно сбалансировать кислоты именно для этого мы добавляем с вами сахар сахар добавляйте конечно же как всегда как я рекомендую тростников я пока что сейчас не солью не пробую мы все это будем уже делать уже в процессе окончательного варианта приготовления супа так этого достаточно давайте мы уберем очень важно овощи обжаривать потому что если вы не заставите овощи раскрыться у вас не получится вкусного супа я добавляю чуть-чуть черного масла чуть-чуть буквально так чтобы смазать сковородочку добавляю сюда томатное пюре также нам нужно его будет с вами прогреть довести до кипения и затем его соединим уже в окончательном варианте в кастрюле бывайте помешивать дело в том что томатная паста или томатное пюре в данном случае достаточно густая и поэтому если вы не будете за ним следить вся ваша кухня будет впервые можем убирать кастрюлю прежде чем готовить свой суп приготовьте бульон вот в данном случае у меня овощной бульон я его сделал из различных овощей если вы хотите вы конечно же можете использовать куриный бульон но мы с вами сегодня делаем овощной суп никакого мяса вот смотрите-ка вот у меня есть бульончик я его всегда у меня здесь среднем было где-то 800 грамм бульона все этого достаточно сожалению меня больше бульона нет и поэтому если мне понадобится его разбавить я добавлю просто горячей воды но я думаю что мне понадобится доводим до кипения и начинаем его доводить на соль сахар перец не забудьте положить лавровый листик так супчик наш вот подходит кипению он уже хорошо хорошо прогрелся я начинаю добавлять соль даю сразу столовую ложку бесстрашно больше не нужно бесстрашно вторую не надо бросать пробуем идеально соли достаточно возможно кто-то из вас любит посолонее хотя это очень вредно можете добавить уже делайте все по вкусу вот мне для меня лично достаточно я убираю лавровый лист хватит он поварился кстати лавровый лист долго не нужно варить когда его слишком долго варишь он дает лишние токсины которые нам не нужны вот буквально 10-15 минут у нас поварился и достаточно убирайте добавлю щепотку черного перца чуть-чуть чили потому что мы любим поострее но опять же на рассчитывайте на своих детей на людей которые не любят острое лучше в своей тарелочке потом до солики и до перчики пробуем великолепно теперь мы с вами делаем минимальную температуру закрываем крышкой и варим до готовности овощей не нужно их переваривать поэтому я поварю буквально 5-7 минут и после этого уже буду делать пюре какое же итальянское блюдо без брусчета давайте сделаем брусчета мы с вами сегодня сделаем брусчета вот такой вот хороший вкусный хлебушек различными семечками можете использовать любой за хлеб который вам нравится я его сейчас буду поджаривать на оливковом масле тем временем мы с вами нарежем очень тонко прошу то невероятное вкуснятие для на ребята если вы никогда не пробовали обязательно обязательно купить и попробуйте следите за своим супом чтобы он сильно не кипел регулярно его помешивания наш суп будет готов буквально за 15 минут тем временем мы с вами подготовим брусчета включайте духовочку разогревайте и мы опять с вами все сделаем симметрично на что будет готов мы его сразу будем сервировать и горячая бурщета с сырком или прошуток наше бурщета смотрите вот так вот я поджарил на трем чесночком итальянский сыр моцарелла пластинками я не использую томат потому что у нас с вами томатный суп зачем нам лишний томат мы с вами будем использовать тесто я хочу сказать что итальянцы вы знаете они прямо вот в хорошем смысле пищевые извращенцы они очень много дали миру вкуснейших рецептов как кстати и французы вот этот две державы которые являются лидерами в кулинарии во всем мире пармезан так у прямо по чекаем много не надо и сейчас когда моя духовка нагреется до 200 градусов я их поставлю ну скажем так ближе к грилю но не слишком близко иначе он быстро начнет хлеб гореть и сыр не успеет расплавиться где-то вот середина и чуть-чуть выше сейчас наш суп будет уже готов прошу то уберу в сторонку мы будем его использовать в самый последний момент когда наша бурщета уже будет готова а сейчас будем с вами полностью заканчивается нашим супом приготовьте ситечко и дополнительную емкость мы теперь должны с вами суп процедите в принципе конечно вы можете и не ценить его ну что там кроме овощей ничего нету но дело в том что скажем так лучших домах лондона и парижа лучших ресторанах обязательно нужно его процедить чтобы у него была нежная такая шелковистая структура так вот посмотрите-ка вот я о чем говорил то есть конечно кушать это даже полезно но суп уже не будет так выглядеть так как он должен выглядеть шелковистым поэтому в принципе я это конечно не буду сохранять все это я выкину вот у нас с вами получилась первая партия сейчас я сделаю еще одну значит вот то что вы с вами процедили выливаем обратно давайте процедим вторую часть нашего супа кстати обратите внимание что я больше не доливал не бульона не воды все нам хватило в итоге у нас с вами получилось два с половиной литра супа суп наш горячий духовка горячая я оставлю наши брусчета для того чтобы моцарелла расплавилась пришло время окончательно закончить с нашим супом и так свежий базилик добавляем половину столовой ложки орегано в наш суп именно орегано дает тот самый вкусняшку вот этот вкус италии в пицце вот мы когда покупаем пиццу пахнет чесноком и орегано и тимьяном вот те самые ароматы италии свежий базилик также добавляем полную столовую ложку зеленого лука и все смешали варить свежие наши овощи базилик и зеленый лучок нет необходимости вот этой горячины вполне достаточно чтобы комфортно кушать наш суп готов он сейчас настоится буквально несколько минуток наши брусчета будут готовы и мы будем сервировать наш супчик готов давайте сервировать какой запах невероятно просто наша замечательный брусчета наш замечательный томатный супчик привет вам из италии давайте дегустировать просто божественно абсолютно полный вкуса томатный суп выразительный вкус именно томатов именно томатного супа все овощи которые мы с вами сегодня обжаривали и подготавливали они являются фундаментом и они усилили знаете как на первое место поставили томат вот давайте попробуем наши брусчета но это вообще бесполезно невероятно брусчета в сочетании с этим супом просто невероятная комбинация вы знаете то что мы их обжарили на сковородке на чугунной сковородке на оливковом масле получился такой легкий привкус гриля наша песто вот посмотрите как мы делаем песта в нашем видео я вам все показывают посетите его там тоже много интересного наша песто обладает очень интересным вкусом потому что мы использовали фисташковые орешки плюс конечно же моцарелла это классика ну друзья надеюсь что это видео было интересно полезно увидимся в следующий раз пока